Это программа «День с толком» в студии Артём Гусельников. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Смотрите в этом выпуске. Несвязная речь и потеря сознания. Барнаульский подросток пострадал от снежной лавины. Учебный процесс приостановлен. Барнаульские школы получили сообщение о минировании. Тесно, дорого, долго. Как реагируют власти и общественники на продолжающиеся жалобы горожан? Барнаульские школы получили сегодня сообщение о минировании. Учебный процесс был приостановлен. Ученики второй смены переведены на дистанционное обучение, пояснили в городском комитете по образованию. «Оказывается, в нашей школе вторая смена не учится». Напомним, это не первое сообщение о минировании на этой неделе. 18 января стало известно о минировании 125-й школы. Сегодня злоумышленники сообщили о наличии взрывного устройства во всех школах города. Известно, что в образовательных учреждениях работали правоохранители. О результатах проверки на момент выхода материала полиция не сообщила. Напомним, если данные о минировании окажутся ложными, виновному грозит реальный срок. Барнаульский подросток пострадал от снежной лавины, которая рухнула на него с крыши многоэтажки. Ребенок жив, но сейчас мучается от головной боли, а родители пока разводят руками. С одной стороны, беспокоятся за здоровье сына, с другой, намерены сделать все, чтобы виновные понесли наказание и ситуация не повторилась. Подробности у Анары Шагировой. История произошла 17 января. Так, в поход за вкусняшками для 15-летнего подростка закончился травмой. Снег упал ему прямо на голову, тем самым сбив с ног. Мальчик упал на выходе из магазина, который расположен на первом этаже жилого дома. Звук от рухнувшего на землю снега сразу же привлек внимание окружающих. Его было слышно даже за стенами соседнего киоска. Я услышала грохот, шум. Падает снег и мальчик накрывает этим снегом. Одни ноги только. Мы вынесли стул ему. Посадили с него крови вообще, он много крови, прям вся кубка в крови, капюшон весь в крови. Вызвали скорую. Подросток получил рваные раны головы. В больнице наложили швы, сделали рентген и, по словам отца, не обнаружив повреждения черепа, отпустили домой. Хотя поначалу, опять-таки, по рассказам главы семьи, мальчик говорил несвязно и в первый день терял сознание. Сейчас он после больницы, после перевязок, он постоянно лежит дома. То есть никуда не ходит ни в школу, ни на тренировки. Лежит постоянно под глазами, все синее. То есть, ну и спать не может тоже, потому что боли головные. Судебную медицинскую экспертизу назначили. Прошли, сейчас через 10 дней будем повторно проходить ее. Сейчас свое внимание родители посвящают здоровью ребенка. Уже после намерены начать разбираться, кто виноват и почему крыша жилого дома оказалась нечищенной. Хотя очевидно, что за это должна отвечать управляющая компания. Все равно, где у нас на самом деле нависает на балконах эти опасные, мы всегда снимаем. У нас есть прямо деца, которые мы нелегодно снимаем, убираем на Ленинском проспекте. А это вот просто даже, это вообще просто, я сказала, даже тот точно какой-то орог. Потому что я, конечно, очень беспокоен, я сама очень сильно переживаю. Как рассказал директор управляющей компании, сход снега был якобы не с крыши дома, мол, убирают они там регулярно, а с крыши балкона на пятом этаже. И часть ответственности они намерены разделять собственниками этой квартиры. Между тем, родители пострадавшего подростка рассказывают, в управляющей компании заявили, что уже готовы компенсировать затраты на лечение. Однако Снегиревы собираются подавать в суд, чтобы впредь ответственные лица были внимательнее. И история не повторилась, ведь еще неизвестно, как полученная травма скажется на здоровье их сына. Анна Рашагирова, Александр Антропов, День с толком. Антиковидных рейдов в общественных местах и транспорте станет больше. В Барнауле активно готовятся ко встрече омикронштамма, поэтому меры борьбы с вирусом нужно ужесточить. Об этом заявил мэр города Вячеслав Франк и подчеркнул, что медики дают неутешительный прогноз. А если заболеваемость возрастет, глава города порекомендовал предприятиям перевести 30% сотрудников на удаленку. В свою очередь в МВД отметили, что нарушения в ходе проверок фиксируют ежедневно. Продолжим. В стране вновь заговорили о выборности мэров. Дойдет ли в этот раз процесс до финала и есть ли в городах края люди, которые могли бы пройти долгий и нелегкий процесс всенародного отбора, узнавала Анастасия Дороган. Большинство точно согласится, что выбирать лучше, чем не выбирать. Особенно, когда речь идет о выборах главы города. Уже несколько лет барнаульцы при любом удобном случае повторяют «верните голосование». И ситуация действительно меняется. Этой весной депутаты краевого парламента, скорее всего, утвердят право муниципальных и городских округов самим избирать своего главу. Главы смогут избираться либо на прямых выборах, либо из состава представительных органов, либо по результатам конкурса. Решения в каждом конкретном случае будут принимать представительные органы местного самоуправления. В 2028 году Россия перейдет на одноуровневую систему управления городские и муниципальные округа. В КЗС решили не ждать этого срока и уже в этом году внести изменения в краевой закон, ведь число муниципальных округов уже начинает расти. Первопроходцем был Залесовский район, сейчас переформатироваться хотят Черышский и Суецкий. Как считает политолог Константин Лукин, появление выборности предотвратить было невозможно. Каждая оппозиционная партия шла с этой идеей. И в данном случае это вот тот компромисс, который в нынешних политических условиях у нас не мог не случиться. В Единой России ничего не оставалось, как присоединиться и попытаться возглавить. Кстати, по словам Лукина, до 23-го года, то есть до принятия федерального закона, выборности мэра ждать не стоит. Да и готово ли общество к голосованию, если ему дадут эту возможность? Как понять, готово или не готово? Я считаю, что как раз общество аморфно во многом, потому что способов воздействия на власть у общества практически не осталось. Но вообще, конечно, это логично. Посмотрите, власть, она должна быть персонализирована. Мы президента избираем, всенародный избираем, губернатора избираем, избираем. А вот мэра, главу муниципалитета, где мы, собственно говоря, проживаем и большая часть вопросов решается, мы избрать не можем. А еще эксперты не скрывают, если бы сейчас возникла необходимость назвать кандидата в мэры, то вряд ли бы кто-то это сделал. Ведь чтобы народ отдал свой голос, кандидатам нужна специальная подготовка. А с начала 2000-х мэра в крае не выбирали. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов, День с толком. Началось возрождение. Глава Белокурихи Константин Базаров отчитался перед губернатором Виктором Томенко о состоянии города-курорта. Мы показываем рост не только к 2020 году, который был провальный, но и к 2019. У нас, если мы в 2019 году показывали, ну, по 2019 говорим, 247 тысяч туристов, то сейчас за 2021 год у нас посетило по нашим оценкам 275 тысяч гостей города Белокурихи. Рабочая встреча была посвящена планам развития Белокурихи. Так глава города-курорта отметил, что облик территории меняется. Во многом благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Растет инфраструктура. К сентябрю должны достроить детский сад на 280 мест. Отдельной темой стало дальнейшее развитие туру отрасли. Так в Белокурихи-горной идет активное строительство инвестиционного проекта криолечебницы с отелем на 100 номеров. С учетом подведения коммуникации ввести ее планируют в 2023 году. Профессия водителя автобуса в Барнауле стала крайне востребованной. Об этом сообщают в Комитете по дорожному хозяйству. Также чиновники считают, что проблемы общественного транспорта в Барнауле во многом связаны как раз с кадровым голодом. Тему продолжит Ирина Корчагина. Полчаса ожидания, вынужденная близость с незнакомцами. Так начинается доброе утро жителей новых районов. Жалуются пассажиры не только на 65 маршрут. Утром проблематично проникнуть и в автобусы номер 75, 80. Тем временем банка «Шпрот на колесах» становится все дороже. Нынче по 28 рублей за проезд. Пока даже такое, казалось бы, несущественное повышение тарифа вызывают у пассажиров только негодование и непонимание, куда уходят деньги, если ждать приходится долго, а салон в транспорте оставляет желать лучшего. Битком не зайдешь, не выйдешь. Ну, а как могут уступить, если там не повернуться? Может, кто-то бы уступил, а встать невозможно. Вот у меня подруга, да, она ездит на 60 маршруте, он иногда проезжает мимо просто, даже не останавливается. И он очень редко ездит. У меня бы, по-разному, была бы большая остановка сделать теплой, тогда бы было, может быть, как-то попроще бы людям ждать транспорт. За городской транспорт пытались бороться общественники. Осенью они собрали более тысячи подписей против повышения тарифа и даже создали народную концепцию развития общественного транспорта. Но битву в итоге проиграли. Если транспортники просили повысить оплату за проезд, тогда, уважаемые друзья, будьте любезны на это повышение ответить чем-то. Не просто так повысить, но вы должны что-то дать взамен. Пока взамен жители ничего не получили. Это требование народа, который платит свои кровные деньги для того, чтобы получить качественную услугу. Но когда это услуга? На рваных сиденьях ехать в закуренном автобусе это ненормально. В Комитете по дорожному хозяйству нам сообщили, что получают жалобы на перевозчиков от горожан. Например, на маршруты номер 1, 2, 10 с самыми грубыми нарушителями встречаются каждую неделю и, если что, применяют штрафные санкции. Что касается технического парка, в мэрии утверждают, что он оснащен в полном объеме. Главную проблему городского транспорта чиновники видят в кадровом голоде. Здесь же, мы понимаем, прошел, по сути, полтора месяца с даты поднятия цены за проезд. И здесь не стоит испытывать каких-то иллюзий, что все сразу станет хорошо. Работа ведется планомерно в этом плане. Сейчас руководители подняли зарплаты водителям. У нас на нашем муниципальном электротранспорте тоже зарплата водительского и кондукторского стола поднимается. Мы с Вячеславом Геннадьевичем Франком на эту тему разговаривали с главой администрации города. Мы на ближайшее время обязательно соберемся, обсудим, какие меры можно будет принять. Во-первых, по открытию новых маршрутов с наших поселков индивидуальной застройки это проблема. Проблема уехать с Бельмесева, проблема уехать с Азминогорского тракта, проблема уехать из Октябрьского. Эти вопросы нужно решать оперативно. Но вот решаться ли эти проблемы до следующего повышения тарифа покажет время. Ирина Корчегина, Алексей Фризин, День с толком. На площади Сахарова начался снос резервуаров для воды. Конструкция была установлена в 20-е годы прошлого века, а перестала использоваться в 60-е из-за запуска очистных сооружений на АБИ и строительства системы водопровода. По словам владельца участка, директора компании Барнаульская крепость Андрея Козлова, постройки стали, цитата, пристанищем для разных асоциальных элементов, что пугало жильцов близлежащих домов. Работы продлятся около двух месяцев, а сами баки будут утилизированы. Сейчас собственник разрабатывает план дальнейшего развития площади. Первичное звено здравоохранения по-прежнему в большом провале. Заринская городская больница, которая принимает пациентов четырех районов края, а это почти 100 тысяч человек, больше чем наполовину недоукомплектована кадрами. А между тем, в этом году на работу в медучреждение по программе «Земский доктор» пришло рекордное количество молодых врачей. Ситуация частично улучшилась, но далеко не окончательно. Подробности в репортаже моей коллеги Валентины Аскеровой. 16 молодых врачей и 4 фельдшера спасательных рук для Центральной горбольницы Заринска. Медучреждение годами испытывало кадровый голод. С приходом новых рук хирурга-онколога Лоренеонатолога, терапевта и онколога больница расправила плечи. Молодую гвардию привлекла в район специальная программа. Предлагаем, еще будучи студентами, берем их на целевое обучение. Возмещается, оплачивается прохождение ординатуры. Они могут все участвовать в программе «Земский доктор», «Земский фельдшер». И все 16 человек, докторов у нас получили по этой программе миллион. И фельдшера получили эти 700 тысяч. А еще единоразовая материальная помощь и оплата аренды жилья. Благодаря таким бонусам молодые специалисты охотнее приезжают в район. К слову, впервые в истории горбольницы удалось привлечь к работе онколога. Раньше онкопациентов отправляли на диагностику в Барнаул. Я приехала по программе «Земской доктор» отработка. У меня 5 лет. И потом посмотрю, куда дальше. Кто чаще всего попадает именно на прием к онкологу? Наверняка уже подготовились. Расскажите. В первую очередь, конечно, это раннее выявление онкологических пациентов как на базе поликлиники, так и для дальнейшего амбулаторного лечения. Потому что застать онкологию на ранних стадиях практически невозможно. Но надо к этому стремиться. Поэтому это является самой главной задачей. Если говорить про Барнаул и Зарис, то есть что-то, что есть? Барнаулина и хватает Зарис? Барнаулина поток людей очень большой. Потому что Заринск это межрайонный центр, с которого доставляют бригадные скорые помощи из других отдаленных районов, которые относятся к Заринскому. Но поток конкретно, если что касаемо это дежурств, выходных, суточных, то приемный покой около 30-40 человек обращаются именно к хирургу за помощью. 21 терапевтический участок. В работе только 8. Терапевтов не хватает. Докторам вынуждены работать за двоих, а то и троих, чтобы помочь пациентам из Ариинского, Тогульского, Кыдмановского и Залесовского районов. Это около 100 тысяч человек. Дефицит кадров даже с приходом новых специалистов по-прежнему колоссальный, признается руководство больницы. У нас 122 доктора работают в нашем учреждении, 197 докторов нам еще нужно. 51% укомплектованности по врачам, 56% по среднему медперсоналу. А дефицит, как вы думаете, в связи с чем прежде всего связан? Сейчас у нас уже третий год мы работаем в ковиде. Работа поликлиники организована так, что они работают до 8 часов вечера ежедневно. Сегодня по программе «Земские докторы» и «Земские фельдшеры» обучается больше 50 человек. Новых специалистов с нетерпением ждет весь штат Заринской больницы. Вот только нужно помнить, что медики, участвующие в таких программах, обязаны задержаться на рабочем месте минимум 5 лет. Иначе выданные средства придется вернуть. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Два миллиона туристических предложений и свыше трех тысяч объектов для размещения. Жители нашего края вновь могут выбрать, где отдохнуть в рамках программы туристического кэшбэка. Если говорить о ее популярности, то назовем лишь пару цифр. С начала прошлого года участие в ней приняли полтора миллиона россиян. Сумма возвратов составила 7 миллиардов. Готовы ли жители края вновь участвовать? Расскажем в видеосюжете. Интерес у наших местных туристов в программе был и в прошлом году. Ждут его и сейчас, отмечают туроператоры. Особенно в период весенних каникул и на праздники. 23 и 14 февраля, а также 8 марта. Наиболее востребованными среди жителей края могут стать Республика Алтай и санатории Белокурихи. Те, кто отдыхал по программе кэшбэка в прошлом году, хотят участвовать и нынче. Мы хотели бы съездить, планируем съездить, но если не на оздоровительные какие-то процедуры в санатории или профилактории, то воспользуемся обязательно на горнолыжных курортах. Может быть, в Сочи поедем. К слову, выбор у туристов будет. Участие в новом этапе всероссийской программы примут около 600 туроператоров и 69 агрегаторов. Среди вариантов для отдыха горнолыжные курорты, санатории и туры по стране. Условия акции остались прежними. Рассчитаться за отдых необходимо зарегистрированной в программе «Картой Мир» на портале мирпутешествий.рф или на сайтах-партнерах. В отличие этой программы, что она именно ориентирована на низкий сезон, то есть до 30 апреля. Сюда не попадают перед высокого сезона ни майские праздники, ни лето. Поэтому программа в целом создана для того, чтобы поддержать и туроператоров, и отелей в низкий сезон. Длительность туров для участия в программе должна составлять не менее двух дней. Сумма возврата до 20 тысяч рублей. Приобрести путевки или забронировать отели можно до 12 апреля. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком. И к новостям спорта. Хоккеисты Динамо Алтай завершили серию игр против Саратовского Кристалла. Барнаульцы провели шестую встречу за 9 дней и многие ожидали, что на последний матч у игроков не останется сил. Ведь до этого были тяжелые игры с чебоксарами, а потом и перелет в Саратов. Но барнаульцы с такой постановкой вопроса согласны не были. Алтайскую команду Кристалл встретил мощно. Первые две встречи выиграли хозяева 3-2 по булитам и 6-2. Последнее слово взяли динамовцы. В третьей игре перестреляв хозяев 8-5 и в заключительной громко хлопнув дверью алтайская дружина переиграла Кристалл 7-2. Итоговый счет в серии 2-2. Теперь Динамо и Алтай возвращаются в Барнаул, где сыграют свои домашние игры против красноярских рысей. Поединки состоятся 26, 27, 29 и 30 января на льду Титов арены. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на Ютуб. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза компания Валар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok